Приветусики, ребятусики! Самое время поговорить о выходе долгожданной короткометражки. Мы все так долго ждали с нетерпением, намекая на тизер. Но всё же премьеру пришлось немного отложить. Ведь это совсем нелёгкая работа, скажу я вам. Ведь даже пришлось переозвучивать некоторые фразы уже на самой студии. Да и спецэффекты должны заслуживать наших глаз. Брайан практически никогда не укладывался вовремя. Обещание уложиться в срок увенчалось провалом, из-за багов и некоторых ошибок. Фильм приходилось пересматривать несколько раз подряд. Но на следующий день он благополучно вышел. Комментарии подписчиков были положительными, с горькими слезами из-за концовки. Что ж, мой юный друг, перейдём к сладенькому. Брайан, Ботан и Оливия переехали в новую квартиру и жили себе спокойно. Но неслыханно-негаданно Ботана начали преследовать кошмары по ночам. И он, как истинный Шерлок, пытается провести расследование. Скорее всего, это пародия на всеми известного нами Навального. И тот самый мем про трусы. Сейчас вы узнаете, почему президент Путин много думает, извините, о моих трусах. После всех этих нелёгких дел в раздумии, он, наконец, находит зацепку, которая раскрывает в себе все карты. И ответ очевиден. Компания Ютуб. Здание Ютуба вы будете видеть на протяжении всего фильма. Ведь самое зло кроется здесь. Это вам не какая-то там хижина. Если вы любитель различных хоррор-фильмов и пощекотать себе нервишки в ночное время суток, то наверняка вы видели Эксперимент, Офис, Первую и Вторую часть. А если не видели, то обязательно посмотрите. Уж больно очень напоминает Последнюю Кнопку 2. Возможно, Брайан вдохновился этими двумя частями. Или же сделал из них пародию. Перемься отсюда и уедем как можно дальше от этого места. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Люди начинают зомбироваться. В самом начале фильма Брайан получает напоминание о том, что ему надо принять таблетки. Однако он не стал их принимать и лёг спать дальше. Что это были за таблетки, никто не может знать. Возможно, эти таблетки привели к галлюцинациям. Или же он принимал их от шизофрении. Что и привело к такой концовке. Может, на самом деле, Оливия Ботан и няня живы? Судить об этом сложно, но как факт, такое возможно. На футболке убитого блогера в начале фильма есть надпись «I Next», которая гласит как «Я следующий». Персонажа в Жёлтой Толстовке давно не наблюдалось в скетчах. О фильме он появлялся на несколько секунд, когда Оливия открывала холодильник. Из него вылезла его рука. А как мы знаем, чувак в Жёлтой Толстовке живёт в холодильнике, из которого благополучно телепортируется. Самый главный спойлер находится у Брайана на футболке, где изображено три исчезающих человека. Это что, отсылка на фильм 60-го года «Убийство в душе»? И тут же она мелькает, когда Брайан переключает телевизор. О боже, это такая клинжовая реклама в своё время была. Сынок, ты знаешь, что такое за шквар? Я первая увидела! Я первая заметила! Ты Катя, мне всё врёшь! Ты Катя просто вредина! Сама ты, Оля, вредина! Куча отсылок. Неужели это блогер Мопс Дядя Пёс? Остались Мопс, Очкарик и Волосатая. Подпольная кличка. Мопс. Кто ты? ЧАОН СИОН! Итак, ребята, берём ручку, блокнот и записываем самые лучшие цитаты во всём человечестве. А вот когда мы сидим дома на ютубчике, сколько людей спасает мир в это время? Всё это время мы не знали очевидных вещей. Любить никогда не поздно. Внимательные зрители помнят и знают, что Ботан и Оливия были не в хороших отношениях друг к другу. Но всё изменилось в первой части к последней кнопке. Когда мы увидели тот самый поцелуй. Шиперы просыпаются. Кто бы мог подумать, что герзкая няня окажется мать Оливии. Хотя это было и понятно в первой части. Давайте жить дружно. Ребята, оба идите нахуй, пиздуйте, блять, к хуям. Антагониста в некоторых моментах показали маловато. Только в конце показали, на что он действительно способен. Как же без нашего старого друга из первой части, которого ударили топором и в этот раз скинули в бездну лифтовой шахты. Но даже тут он всё равно выжил. Вот какой живучий, непробиваемый пухляш. Фанаты Outlast, вы помните того самого доктора, которого придавило лифтом? Только эта злая и бессмертная сучка включила себе читы. Вот же безголовая курица. Саундтреки выполнены великолепно. Что ж, бросают мурашки. И выглядит атмосферненько. И вообще, кто бы мог подумать, что обычный подросток из города Кенель, который снимал и выкладывал обычные летсплеи, потом напишет целую историю о своих персонажей длиною в 5 лет. И на этом завершить свой фильм. Да-да, друзья, мы с вами в глубоком шоке. Главный вопрос, который задают пустоголовики. И те, кто так и не понял, погибли ли персонажи или нет? Конечно! Ты из какой дыры вылез? Брайан не раз упоминал и показывал в скетчах уход персонажей из вселенного ютуба, что и тут подводит логический смысл концовки. А ты что думал, что они превратятся в зомби и дальше будут радовать зрителей? Нет, и ещё раз нет. Это всё, друг мой, чистая шизофрения. Ибо как понять тот факт, когда Брайан отказывался пить таблетки? После чего увидел Оливию. Приняв таблетки, он их больше никогда не увидит. Выйдет ли последняя кнопка 3? Одумайся и задай себе вопрос ещё раз. Если она всё же выйдет, то кто будет в главной роли? Один лишь Брайан? Нет. Я так думаю, что Брайан Мапс не остановится и будет продолжать работать над другими проектами. В сфере короткометражек. Может это даже будет совсем другие персонажи. А может быть всё подвернётся иначе, и Брайан забросит пить таблетки, и после чего глюки снова вернутся. Поживём и сами всё увидим. А сколько было потрачено денег в целом на весь проект, думаю мы скоро это всё узнаем. Но точно больше, чем было с первой частью. Ещё проблема заключается в том, что Ютуб, мать его угодник, отключил монетизацию. Отключил монетизацию с первой частью. Благо со второй части такого не случилось. Что будет дальше после фильма? Брайан станет обладателем всего Ютуба? Могу подвести итог ко всему этому. Короткометражка получилась достойной и качественной. Зрители давно ждали продолжения скетчей, ведь никому не было понятно, как живут наши персонажи. Теперь, когда всё стало ясно, можно бобить комментариями. Зачем их всех убили? Брайан, верни их обратно! В целом, все довольны. А те, кто только пришёл и не в курсе, что происходит, смотрите все скетчи от начала до конца. А потом займитесь просмотром короткометражек. Все свободны. Не забудьте подписаться на канал, ведь я и дальше буду выпускать новые видео. Ставь лайк, если плакал в конце. Пиши отзывы. Всем пока. Спасибо, Брайан!